МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народной новости в студии Марины Василевской. Здравствуйте. В начале выпуска его основные темы. Убедительная победа. Артем Сдунов избран главой Республики Мордовия. Рождество Богородицы. Православные христиане встретили один из главных праздников года. Доблесть, честь, отвага в Евасе готовятся к испытаниям на правоношение крапового берета. Важные старты. В Саранске проходят окружные чемпионаты, первенства по плаванию. 21 сентября Центральная избирательная комиссия Республики признала выборы состоявшимся. Подробности заседания расскажут Вячеслав Кузьменко и Сергей Сколов. Выборы 2021 года в Мордовии были чрезвычайно масштабными. Жители Республики выбирали главу региона, депутатов Государственной думы, Государственного собрания и Советов депутатов городов и районов. В голосовании приняли участие 384 тысячи жителей Мордовии. Они поддержали курс развития республики, взятый новым руководителем региона. Голоса по кандидатам. Сдунов 78,26, Кузякин 11,48, Тюрин 6,21, Лемкин 2,64. Таким образом, избранным главой Мордовии становится Артем Сдунов. На выборах в Государственную думу России по Мордовскому одномандатному округу жители республики поддержали Юлию Оглоблину. Кандидат Оглоблина 57,44, Кузякин 13,45, Тюрин 8,68, Гераскин 6,30, Белов 4,10, Зинин 3,99, Топорков 3,41. По партийным спискам на выборах в Государственную думу жители Мордовии отдали предпочтение партии «Единая Россия». На выборах в Государственное собрание республики также убедительную победу одержали единороссы. У них большинство голосов и депутатских мест. Однако, как подчеркнул руководитель Центра избиркома, в седьмом созвиве Высшего законодательного органа Мордовии будет представлено четыре партии. Это «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Александр Косов поблагодарил всех, кто принял участие в организации и проведении выборов. Я хотел поблагодарить всех сотрудников избирательной системы республики, представителей средств массовой информации и наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов за активное участие в организации подготовки и проведении выборов. Низкий поклон вам и огромное спасибо. Члены Центральной избирательной комиссии подписали итоговые протоколы. Таким образом, выборы в Мордовии признаны состоявшимися. Вячеслав Кузьменко, Сергей Соколов, Народные новости. В этот же день председатель Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия Александр Косов вручил Артему Сдунову удостоверение об избрании его главы Мордовии. В ходе встреч руководитель республики отметил высокий организационный уровень проведенных выборов. Это мнение как мое, так и специалистов, которые проезжали, внешних наблюдателей. Я вам дарю, что выборы прошли спокойно, в такой конструктивной атмосфере. Хотя очень много было ограничений, в том числе по пандемии. Сам был свидетельством того, как в масках, в перчатках. Три дня работать, это, конечно, я считаю, большое мужество. И здесь большое спасибо и Центральной избирательной комиссии, всем участковым территориальной избирательной комиссии, всем тем, кто в эти дни трудился очень самоотверженно. Я считаю, что и правоохранители сыграли в безопасности. Это массовое мероприятие с массовым пребыванием людей. Для нас безопасность тоже была на первом углу. В части взаимодействия со всеми, кто выходил на выборы, политическими партиями, наблюдателями, тоже отмечено конструктивное взаимодействие. Спорные моменты, когда возникали, тут же было разбирательство на месте. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия Александр Косов обратил внимание на высокую явку. На досрочных выборах главы Республики Мордовия она составила 64,97%. За временно исполняющие в обязанности главы Мордовии Артема Сдунова голос отдали 78,26% проголосовавших. И в соответствии с восстановлением я должен поручить удостоверение главы Республики, где мы подтверждаем, что вы на законных основаниях, с юридической точки зрения становитесь главой. Приятного аппетита. Поздравляю. Спасибо. Всего-всего вам. Большое спасибо за работу. После вручения удостоверения Артем Сдунов встретился с представителями СМИ. Он дал свою оценку выборной кампании и поблагодарил жителей Мордовии за активную жизненную позицию. Это были самые масштабные многоступенчатые выборы за всю историю Республики. На 48 мест в Государственном собрании Республики претендовали 458 кандидатов. Практически по 10 претендентов на место. Артем Сдунов отметил, сегодня можно с полной уверенностью сказать, что выборы депутатов Государственной Думы, Государственного собрания Республики Мордовия, главы Республики, депутатов муниципальных советов состоялись. Они законны и легитимны. Выборы прошли достаточно спокойно, конструктивно, понятно для всех кандидатов. Кроме того, состоялись выборы депутатов представительных органов местного совмправления, а это более 2390 депутатских мандатов. Очень значимо, что избирательная кампания в Республике прошла в спокойной обстановке, выборы были объективными, прозрачными и существенных нарушений не зафиксировано. Об активности жителей Республики говорит статистика. На выборах проголосовало 384 тысячи жителей Мордовии. Это 65,13% избирателей. Поэтому показателю регион занимает 16 место по России. Есть предварительные результаты, которые говорят о победе «Единой России». Считаю, что в основе уверенной победы партии «Единой России» стоит большая работа с людьми, она действительно проводилась. Много выездов было по муниципальным образованиям. В одномандатных округах, которые идут в государственные собрания, победили все представители партии «Единой России». То есть достойных кандидатов на выборы партия представила. Артем Сдунов поблагодарил жителей Республики за активную позицию, также выразил благодарность наблюдателям. Их по всей Республике было более 4 тысяч. Отметил труд членов Центральной избирательной комиссии, территориальных и участковых избирательных комиссий. Организация была на высоком уровне, в том числе соблюдались все санитарные нормы. Впереди большая работа, а в Госсобрании Мордовии впервые будет создано 4 фракции. Мы будем конструктивно сотрудничать со всеми политическими партиями, со всеми, кто принял участие на площадке и Госсобрании, и других общественных площадках. Очень важно нам сохранить это единство, потому что у нас впереди большая программа. Конечно, она будет нацелена на повышение благосостояния всех жителей Республики Мордовия. У нас есть для этого конкретные инструменты, индивидуальная программа развития. Также продолжится работа по финансовой стабилизации региона. Ольга Данилова, Владимир Надькин, Народные новости. Артем Сдунов провел рабочую встречу с председателями ТСЖ и комитетов МКД. На встречу были приглашены представители собственников, проживающих в МКД по улицам Пушкина и Семашка. Напомним, в начале сентября Артем Сдунов инспектировал благоустройство общей дворовой территории у пятиэтажек по улицам Веселовского 33 и Семашка 2, где были устранены огрехи после некачественно проведенного ремонта. Тогда же руководитель региона осмотрел соседние дворы, после чего пригласил председателей комитетов многоквартирных домов обсудить волнующие их темы. Сегодня с участием Минжикаха Республики Мордовия, городских властей, руководством муниципального предприятия Саранск-Горводоканал и Республиканского фонда капитального ремонта поднимались актуальны для многих ТСЖ вопросы. Возврат неизрасходованных денежных средств от бывшей управляющей компании, оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальные квартиры, контроль за финансовой деятельностью управляющих компаний и их лицензирование. Разобрав проблемные вопросы, Артем Сдунов поручил разработать методику оценки управляющих организаций, составить рейтинг, в котором будут отмечены добросовестные и недобросовестные управляющие компании. Это поможет не ошибиться жителям при выборе компаний, которая будет отвечать за содержание их дома. Для председателей ТСЖ и Советов многоквартирных домов запланировано обучение с целью повышения их правовой грамотности и консультирования по другим нюансам, которые могут возникнуть в ходе управленческой работы многоквартирным домом. В Мордовском отделении КПРФ прошла пресс-конференция для представителей средств массовой информации и членов партии. Она была посвящена итогам выборов. «Хотел бы всех поблагодарить пришедших на избирательные участки, где они отдали свои голоса за КПРФ. Сегодня было озвучено на итоговом заседании по выборам председателя ЦИК Республики Народного голоса Александра Васильевича. За нас проголосовало более 58 тысяч избирателей». С таких слов начал пресс-конференцию Дмитрий Кузякин. Также он выразил слова благодарности средствам массовой информации, которые освещали ход голосования. Он добавил, что члены партии были в числе наблюдателей, которые следили за процессом голосования все три дня. По итогам голосования в новом составе Госсобрания Мордовии будет сформирована фракция КПРФ. Валерия Никитина, Даниил Тюрин. Народные новости. 21 сентября исполнилось 26 лет со дня принятия Конституции Республики Мордовия. Она была и остается правовой основой развития республики. Конституция Республики Мордовия принималась в непростое время. Парад суверенитетов, экономика в руинах, пустые полки в магазинах и люди, которые не хотели жить по-старому. В этих непростых условиях был составлен проект Конституции. После всенародного обсуждения он был принят практически единогласно. Конституция Мордовии стала базой для успешного развития. Уже более четверти века регион добивается весомых результатов в труде и общественной жизни. Избранный глава Мордовии Артем Сдунов поздравил всех жителей республики с праздником. Наш основной закон – это гарантия прав и свобод граждан, полная ответственность власти перед народом. Это главный символ единения общества, сохранения согласия и мира в нашей многонациональной Мордовии. И наш долг – знать и уважать Конституцию родной республики. Являясь неотъемлемой частью России, Мордовия вносит свой вклад в укрепление российского государства. Руководство страны поддерживает наши инициативы. Региону дана возможность выйти из кризиса. Оказывается, серьезная финансовая поддержка. Разработанная стратегия социально-экономического развития региона позволит улучшить качество жизни наших граждан. Также безусловным приоритетом остается выполнение национальных проектов. Убежден, что опираясь на конституционные нормы и положения, наша совместная добросовестная работа позволит решить все поставленные перед нами задачи. Конституция определяет все общественные отношения. На ее основании строили свою работу депутаты Государственного собрания Мордовии всех шести созывов. Это подчеркнул в своем поздравительном адресе председатель высшего законодательного органа Мордовии Владимир Чеберкин. С опорой на утвержденные в Конституции принципы и ценности мы укрепляли правовые основы нашего общества, сформировали эффективную систему регионального законодательства, что позволило двигаться вперед, решать серьезные задачи в экономике и социальной сфере. Конституция способствовала консолидации общества. Люди нашли в себе силы преодолеть затяжной кризис и разногласия, объединились ради позитивных перемен и обеспечения достойного уровня жизни. Сейчас Конституция Мордовии соответствует духу времени, она и впредь будет крепкой основой для продуктивной работы органов власти и общественности ради благополучия региона. 21 сентября в Кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова прошло торжественное богослужение по случаю Рождества Богородицы. Это один из великих православных праздников, которые чтят христиане. Подробности в следующем материале. Благодаря Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастия Святого Духа будем со всеми вами. Дева Мария появилась на свет в городе Назарете у праведных Иоакима и Анны. Согласно Новому Завету супруги были бездетны до преклонного возраста, но не оставляли надежды, что Бог может даровать им ребенка даже в старости. По преданию молитвы Иоакима и Анны были услышаны. К ним по очереди явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что у пары родится девочка, которую они нарекут Марией. А в будущем ей суждено стать спасительницей всего мира. Радость, которая принесена Пресвятой Владычественной Богородицей, это есть спасение мира. Именно ей было предназначено Богом стать той, через которую в этот мир придет спаситель мира. И из Ветхого Завета изначально Господь утешал все человечество через пророков, через праведников, что придет та, которая принесет утешение народу Израиля, то есть тому народу, который в то время сохранял веру в истинного Бога. И это событие состоялось. Рождество Богородицы – один из самых значимых православных праздников. Священнослужители в этот день, как и в другие даты, посвященные Богородице, надевают облачение голубого цвета, которое в церковной традиции символизирует чистоту и непорочность. Отмечается праздник шесть дней с 20 сентября, предпразднество – само Рождество Богородицы 21 сентября и по празднество – четыре дня после праздника, то есть до 25 сентября. Анастасия Целигина, Народные новости. Осень – сезон вирусных заболеваний. В это время особенно важно позаботиться о своем здоровье и обезопасить себя и окружающих от распространения болезни. Один из способов сделать это – вакцинация. От гриппа прививают в том числе и во второй поликлинике Саранска. О том, как это происходит, узнала наша съемочная группа. На смену лету пришли холод и дождь. Именно в межсезонье иммунитет человека особенно уязвим для инфекций. Одно из самых распространенных вирусных заболеваний – грипп. Врачи предупреждают, его легче предотвратить, чем лечить. Самый эффективный способ защиты от недуга – вакцинация. Современные вакцины, которые сделаны в определенной дозе, в определенное время, повышают иммунитет детей и взрослых на 80%, что способствует развитию коллективного иммунитета. И даже если человек, который привился и заболеет, он перенесет эту болезнь легче без каких-либо осложнений. Прививаться медики особенно рекомендуют тем, у кого есть хронические заболевания, в частности бронхолегочные, аутоиммунные, сердечно-сосудистые и эндокринные. Стоит позаботиться о себе и тем, кто по работе часто и много контактирует с людьми. Одна из главных групп риска, конечно, сами врачи. Они и стараются привиться первыми. По своей должности, просто как человек, решил привиться. Ежегодно прививаемся. Рекомендую всем пройти данную процедуру, поскольку здоровье – это первое основное в нашей жизни. Позаботиться о своем иммунитете просто. Эту быструю процедуру можно пройти в поликлинике по месту жительства. Первая в этом сезоне партия вакцины поступила во вторую поликлинику 27 августа. С того момента привиться успели уже более трех тысяч человек. Ирина Семенова, Валерий Никитин, Владимир Наскин. Народные новости. Несмотря на погоду за окном, в квартирах жителей города становится значительно теплее. Второй отопительный день, 21 сентября, радует все больше горожан. А у многих жителей новостроек потеплело еще раньше. Речь идет о домах с крышными котельнями. Как в них стартовал отопительный сезон, расскажем в сюжете. Холода пришли раньше привычного, и в квартиры жителей Мордовии раньше обычного начало приходить тепло. Отопительный сезон стартовал беспрецедентно рано, уже 20 сентября. Уже в первый день планово подключили к теплу 486 многоквартирных жилых домов, 19 больниц, 16 школ и 25 детских садов. В том числе раньше графика тепло стала в роддоме номер 2, инфекционной больнице и медсанчасти резинотехника. 21 сентября, второй отопительный день, теплом порадуют жители северо-восточной части Саранска. Погода в доме – зона ответственности котельных. В основном там сконцентрированы они в юго-западном районе, ну также центр города – это Московская котельная, Третья баня, Лисма. И по периферии – Зыково, Озерная, Горяновка. Ко второму отопительному дню 18 из 20 таких котельных уже запущены. Отдельный вопрос – крышные котельные многоэтажек. Они все чаще встречаются в новостройках. Вот и в доме номер 29 по улице Щерца котельная именно такая. Главное ее достоинство – автономность. Тепло пришло, как только этого захотели сами жильцы. Для этого им нужно было просто уведомить о своем желании управляющую компанию. Отопительный сезон начинается поэтапно. Если тепло по каким-то причинам в квартиру еще не пришло, нужно запастись терпением. Это произойдет в ближайшее время. С вопросами по теплоснабжению горожанам следует обращаться в управляющие компании или в единую диспетчерскую службу по телефону 071, сотового 24-24-71. Служба 071 и единая диспетчерская служба работают круглосуточно. Ирина Суконкина, Народные новости. В современном мире решить множество вопросов стало возможным благодаря различным полезным сервисам, один из которых – Единый портал государственных услуг. Достаточно зарегистрироваться, внести необходимые данные, а дальше проще простого. К примеру, теперь, чтобы подать заявление на выдачу или продление водительских прав, совсем не обязательно тратить время на длительные очереди. Одной из государственных услуг, оказываемой Госавтоинспекцией МВД Республики Мордовия, является проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и получение водительского удостоверения. Данная государственная услуга оказывается в четырех районах Республики Мордовия. Это город Саранск, город Краснолобоцк, город Ковылкино и поселок Мусомольский Чамзинского района. Для того, чтобы получить данную услугу, граждане могут обратиться лично, также могут записаться, подать заявление через единый портал государственных и муниципальных услуг и записаться в предварительной очереди. После записи клиенту назначается дата и время, когда он может прийти за документами. Помимо отсутствия очередей, есть еще одно преимущество – 30-процентная скидка на оплату госпошлины. Это касается и обучения в автошколе. В первую очередь происходит процедура подготовки. И уже на стадии подготовки мы с своей командой, с нашим коллективом говорим нашим слушателям, кандидатам-водителям о том, что как необходимо пользоваться теми сервисами, которые создает государство для нас, это действительно удобно. К тому же в период, пока еще не прошедшей пандемии, дабы не создавать очередей напрасных, записываются люди на госслугах на установленное время, приходят, им оказывают услугу, ну и в принципе уходят домой без очередей, без нервов, без стресса. Еще на портале можно оплачивать автоштрафы со скидкой 50%. Ее получают все, кто погашает штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней. На портале удобно проверить, есть ли задолженность, и сразу ее оплатить. Если срок соблюдается, скидка учитывается автоматически. Произвести оплату можно даже через мобильное приложение. Анастасия Цлигина, Евгений Фролкин. Народные новости. Доблесть, честь, отвага. 24 сентября на базе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по республике Мордовия пройдут всероссийские испытания на правоношение высшего знака доблести спецподразделений Крапового берета. Краповый берет – отличительный знак бойца спецназа, окрашенный в цвет крови, пролитый во время боевых действий и учебных заданий. 84 человека, более чем из 40 территориальных органов УФСИН вступят в борьбу за его получение. Однако перед началом основных испытаний участники должны пройти так называемый входной контроль. В течение четырех дней с 20 по 23 сентября пройдут сборы и предварительное тестирование. Все прибывшие должны будут пройти входной контроль, который включает в себя бег на 5000 метров, подтягивание на перекладни и выполнение комплекса специальных упражнений – тест Купера. Сама схема сдачи отработана. В Мордовии квалификационные испытания будут проводиться в десятый раз. После завершения предварительного этапа бойцы совершат марш-бросок с последующим преодолением полосы препятствий в экстремальных условиях, штурмуя высокие здания и выполняя целый ряд акробатических и специальных упражнений. В конце участники сойдутся в поединке по рукопашному бою. Испытания на получение крапового берета тяжелые. Успешно пройти их случайный человек просто не в состоянии. Каждый из претендентов отлично подготовлен физически и морально. Борьба за почетное право ношения крапового берета будет серьезной. Лучшие пловцы по Волжье снова в Саранске. На площадке Дворца водных видов спорта проходят окруженные чемпионаты и первенства по плаванию на короткой воде. В течение нескольких дней спортсмены поборются за путевки на главные соревнования страны. О том, как стартовали важные соревнования, расскажут Ирина Семенова и Сергей Кувакин. Одни из важнейших соревнований по плаванию в Приволжском федеральном округе начинаются с минуты молчания. Так спортсмены, тренеры и судьи почтили память жертв трагедии, которая произошла в Перми накануне. Сами же соревнования на этот раз проходят без зрителей и без торжественной церемонии открытия. Окружные чемпионаты первенства по плаванию на короткой воде, то есть в 25-метровом бассейне, собрали более 600 атлетов из 15 регионов страны. Программа соревнований включает в себя все дистанции, которые... Их у нас 32. Истафетное плавание будет в этот раз 4 по 50 метров. И смешанное, и у мужчин, и у женщин, и комбинированное. Но они будут как раз только по чемпионату. В первенстве данных дисциплин не будет. И в этот раз первенства у нас здесь 2 первенства среди юниоров, и юношей, и девушек. За 4 дня пловцы пройдут дистанции в 50, 100, 200, 400 и 800 метров всеми стилями. Но открыла турнир вольная 100-метровка. Параллельно такие же соревнования проходят и в других федеральных округах. На чемпионат России попадут 40 спортсменов, показавших лучшие результаты. Конкуренция на Приволжском турнире жесткая. Между собой соревнуются и кандидаты, и мастера, и заслуженные мастера спорта. Один из фаворитов чемпионата Александр Харланов из Пензы. В первом же своем заплыве он стал лидером, пройдя 100-метровку вольным стилем чуть более чем за 51 секунду. Результат неплохой для начала сезона. С учетом того, что в этом году чемпионат округа сдвинут на месяц раньше. Результат хороший, в целом я доволен. Хотелось бы быстрее, но пока еще не готов. Очень многие сюда не приехали из-за соревнований Лиги АСЛ. Но в целом достойные ребята тут есть. Это определенно Саша Кудашев, Егор Павлов. Раньше Артем Лазарев с нами занимался, но он закончил свою карьеру. Ну а Мордовская школа делает ставку на Дмитрия Сюваткина. Ему еще только предстоит выступить на этих соревнованиях. Вместе с ним регион 13 представят еще 11 воспитанников спортивного центра «Старт». Завершится турнир 24 сентября. Ирина Семенова, Сергей Кувакин. Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Марина Василевская. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.